Добрый день, уважаемые слушатели Сангейтс! Ну вот мы и дождались весну. Сегодня поговорим о Марте в целом и согласно задач по месяцу рождения. Обращаю внимание, всем рождённым в Марте особое значение имеет весь месяц для вас, потому что у вас открывается личный Новый год, соляр, плюс астрологический Новый год. И в втором нумерологии это Колесо Фортуны, Десятый Аркан, в ваших уроках этого года. Так что вы буквально сможете сами, своими руками, выправлять свою судьбу, творить свою новую реальность, расширять сознание, расширять границы судьбы в любых сферах, в любовных, денежных, здоровьях. Для всех остальных поговорим, какие энергии готовит и вам Март. Нумерологически Март – очень значимый месяц. Ну, как и, впрочем, всё, что происходит в последнее время. Самое главное событие Марта – это тот самый астрологический Новый год, который наступит с 20 на 21. Это так называемая точка весеннего равноденствия, солнцестояния. И те напряжения, которые копились многие годы, сейчас начнут реализовываться в действии, начнутся глобальные перемены. Будет меняться система социальных отношений. Если хотите изменения, то, конечно, держим нос по ветру, смотрим, наблюдаем и включаемся. Если будет стоять выбор между новым и старым, конечно, мы выбираем новые тенденции, потому что старые форматы, они канут в лету. Мы это все видим. Поэтому вносим разумные перемены, новые в свою жизнь. 7 марта – день полнолуния. Мы загадываем желания. Это новая точка отчёта на этот год, на этот период. И идём дальше. Расстаёмся с инерцией, со старыми взглядами на жизнь, со своими старыми и уже теми привычками, которые тянут на дно, которые уже не ресурсны. Для творческих людей марта – это просто изумительное время, потому что усиливаются внутренние чувства. Эзотерики, художники, музыканты, все креативные люди почувствуют прилив творческой энергии. Раскрыть эмоциональный и этот творческий потенциал – просто прекрасно. И, конечно, весна – это время для проявления тепла сердца, время эмоционального раскрытия любви. Вообще весна – параллель. Сколько поэтов писали стихи на эту тему. И самое время пометировать на любовь, на чувства. 21 марта случится новолуние. И здесь мы также планируем эти две недели предстоящие для того, чтобы у нас появился новый мощный стимул к активной деятельности не только в марте, но и на весь год. И самое лучшее время – это время делать свой стартап. Если знаете, что делать, если уже запланировали, то делайте в это время, подгадывайте под это время. И как раз период между 21 и 25 марта – он важный. Единственное, что 22 марта – крайне жесткий день. Я говорила уже в прошлом эфире, поэтому тоже смотрите. Вообще это судьбоносный период. Глобальные процессы закладываются на долгую. И даже каким-то одним нашим малым действием. Ну, номер месяца – троечка, императрица, архетип императрицы и Венеры, если планетарно. Это плодородие, это циклы. Сажай, выращивай, собирай урожай. Очень сильно тема и энергия женщин будет влиять на происходящее событие. Если в феврале эта женская энергия, она тоже влияла, она готовила почву, ее не было видно, не было слышно. Она была как бы немножко за спиной, как бы в тени, в стороне, но уже все формировалось. Но в марте женская энергия будет проявляться на уровне приказного тона, если хотите. Императрица, она по-другому не имеет, не умеет. И женщина, мнение женщин будет учитываться очень сильно. Ну, мы говорили не раз, что правитель года колесничий, архетип седьмого аркана – это герой, это движение к цели, это умение держать лошадей в узде. Ну, и когда мы видим соединение этого архетипа года семерочки и месяца троечки, получается то самое колесо фортуны. Колесо судьбы, говорящая энергия сама за себя. Ну, а теперь давайте посмотрим для людей, рожденных в январе, что же приготовил месяц. Ну, я назову энергией сейчас для января и всех последующих месяцев, как преобразованная энергия из уроков и уроки, преобразованные задачи, а каждому месяцу рождения. Итак, мы говорим про январь, и здесь мы видим, что для вас важна энергия, а для предстоящего периода в марте будет энергия силы, архетип одиннадцатого аркана. И это внутренний импульс на весь месяц, это энергия, страсть, харизма. Личная цель марта, радость жизни, это сексуальная трансформация. Качество марта, высший дух и жизненная энергия, познать свои истинные желания. Если энергия силы будет непонятованием, то недовлетворенность, депрессия, подавленность, нет сил и энергии на совершении своих планов. В марте у вас появится шанс понять все о своих истинных желаниях. Эта энергия поможет вам понять, что нужно проговаривать их, не нужно их скрывать под маской благопристойности, если вы действительно хотите. А желания – это абсолютно широкий спектр. Необходимо открыто признать свои желания, принять их, как психологи говорят, и планомерно их осуществлять дальше. И таким образом вы пробудите свой внутренний источник энергии. На профессиональном поприще люди отдаются всему делу целиком обычно по этой энергии. И здесь важно отдаваться именно своему делу. Важно также следить за своим телом. Это массаж, ухаживание за телом, отдых. Поэтому желаю вам познать харизму силы, архетипы силы. Февраль. Ну, здесь мы основной месяц для рождённых февраля – это архетип жрица. Ну, и путём преобразования у нас получается 12 энергия, энергия подвешенного. И здесь мы смотрим. Внутренний импульс марта для февральских людей – это самодача, принятие собственной судьбы, поиски глубинного смысла. Личная цель марта – это зрелость, обретение мудрости, сосредоточенность, изменение поведения. Качество марта – новое понимание жизни, другой угол зрения. Если энергия подвешенного будет не поняты вами, то застой, сопротивление, состояние тупика, потеря смысла жизни. Эта энергия раскрывает тему поворота судьбы. Мы будем находиться в тупике до тех пор, пока не сумеем взглянуть на подобную ситуацию по-другому. Именно в этом случае у вас появится выбор. Мы можем изменить либо образ мысли, либо образ действий, либо свернуть с пути и выбрать другую дорогу. А можем и дальше висеть и страдать, не надеясь на улучшения. На профессиональном поприще идёт замедление дел. Но это всё не просто так. Возможно, нужно остановиться, посмотреть по-другому на свою профессиональную деятельность и что-то в ней поменять. Желаю вам познать глубину и философию своей жизни. Март. Вы родились в марте. Я поздравляю вас с наступающим днём рождения. Давайте посмотрим, что же приготовил Март для людей, рождённых в марте. Здесь мы видим 13-я энергия – трансформация. И внутренний импульс Марта для вас – это отпускание старого и становление нового. Личная цель Марта – создать пространство для чего-то принципиально другого в вашей жизни. Качество Марта – это внутренняя мудрость и последовательность. Если энергия трансформации будет не помнята вами, то в марте могут присутствовать страхи, отпустить уже давно отжившие. Может быть такое, что потеря смысла в жизни. Но поскольку в марте у вас день рождения, то эта энергия как никакая другая показывает вам об окончании одного годового цикла, вашей жизни и начала другого. И здесь такое, во времени, без времени вы можете заложить любые желания на новый итог вашего колеса жизни. На профессиональном покрище, также, да, начало нового этапа, расстаться с тем, что отжило и давно требует кардинальных перемен. Ваш месяц рождения – апрель. Архетип-мидератор. И 14-я энергия – умеренность. Внутренний импульс Марта – это воссоединение на новом уровне, то, что было разобщено. Личная цель Марта – найти философский камень. Качество Марта – осознать истинное совершенное «Я». Правильно сочетать отдых и работу, активность и пассивность. Если энергия умеренности будет непонята вами, то излишества, преувеличения, конфликты, распады, склонности к крайностям и потери энергии. Кстати, когда все время хочется спать, это тоже растрата энергии. Посмотрите, куда вы сливаете свою энергию. Энергия умеренности в Марте может указывать на некие ваши стороны личности, которые до сих пор были подавлены или скрывались. Поэтому нуждаются в балансе. Сделайте что-то в Марте, противоположное своему обыденному поведению. Попробуйте сделать ваш мир более разнообразным и сбалансированным. Попробуйте договориться сами с собой и войти в резонанс со своими мечтами и желаниями. На профессиональном побрище будет период мирного и безнадежного развития. Вы можете найти золотую середину в профессиональной сфере, только когда научитесь не переоценивать значимость той или иной ситуации. Для людей, рождённых в мае, для марта предстоящего, предлагается энергия 15-го аркана. А это энергия-архетип дьявола. То есть сама энергия, концентрированная в таком огромном количестве. И с такой энергией внутренний импульс марта раскрывает мощные инстинктивные подсознательные процессы. Жажда власти, жажда влияния. Личная цель марта – трансформация эгоистических побуждений. Столкновение с тенью. Некая сумма неиспользованных возможностей вполне может проявиться. Качество марта – осознать истинное совершенное «Я». Если энергия дьявола будет не поняты вами, то кармические завязки, стремление к разрушению и саморазрушению идти на поводу своих страхов и подчиняться влиянию сильных. Наверное, вас может пугать само название энергии дьявола, но на самом деле это просто земная материальная энергия, которая должна быть позднана всеми. Скорее всего, в марте будут некие события, которые помогут вам осознать, от чего у вас есть зависимость и несвобода, которые не дают вам достичь целей, поставленных ранее. Чаще всего речь идет о вещах совершенно буденных, таких как тайные пороки мелочные внутри ген. Это тоже часть нашей жизни. Лень, ревность, агрессия, стремление к признанию. На профессиональном поблище будет вставать вопрос власти. Либо вы доминируете, либо кто-то управляет вами. Июнь. Ваш месяц рождения – обычный архетип выбора, а в марте предстоящем – это архетип энергии 16-го аркана башня. И с ней внутренний импульс марта раскрывает смену ценностей и ориентации на противоположное. Личная цель марта – трансформация самого себя. Правда, просветление и осознание, которое порожает подобно молнии, разрушает фальши, закостеневшие, устаревшие представления о себе. Качество марта – разрушение явно устаревшей структуры. Каждое завершение, мы знаем, это всегда начало чего-то нового. И если энергия башни будет непонятована, то слепое разрушение или саморазрушение может быть. Эта энергия в марте будет всячески показывать и говорить вам, что стены, за которыми вы давно прячетесь и почему-то не хотите выходить, они постепенно рушатся. Башня, символизирующая устаревшую систему ценностей, падает, а вместе с ней и образ мира, который стал для вас слишком мал и слишком тесен. То, что раньше воспринималось как надежное и стабильное, оказалось пустым и никчемным, мешающим вам сделать шаг навстречу новому миру. В рациональной сфере башни как бы вырывает вас из слишком тесных рамок, для того, чтобы начать нечто новое. Июль. Июль приготовил для людей, рожденных с архетипом колесницы, в марте энергию 17-го аркана звезда. И внутренний импульс марта научит вас быть в моменте, проживать каждое мгновение как единственное и неповторимое. Личная цель марта – духовный самоанализ. Понимание совершенства космоса, обновления, перерождения, качество марта, беззаботность и вера в будущее. Если энергия звезда будет не понят о вами, то тщетная надежда, иллюзия, отрицание правды. Эта энергия в марте будет всячески показывать вам, как интуитивно понять космические взаимосвязи. Звезда говорит о понимании сил, сдающих хоксидентский период на интеллектуальном уровне. На профессиональном уровне далеко идущие планы. У вас есть все основания рассчитывать на успех профессиональной деятельности. Август. Март приготовил энергию 18-го аркана, архетип Луны. И внутренний импульс марта научит вас глубинно понять себя, понять те страхи, которые вас тормозят на пути вашей жизни. Личная цель марта – духовный самоанализ. Понимание совершенства космоса, обновление, перерождение, доверие интуитивному знанию. Качество марта – заглянуть в зеркало вашей души. Построить мостик между внутренним миром и внешним. Возможно заняться психоанализом. Изучить самому какие-то науки эсатирические, тонкие или пойти к специалисту. Если энергия Луны будет непонятовая, то страхи, иллюзии, мании, отстранение от реальности, оно будет рядом. Эта энергия в марте будет ввести вас в глубины внутреннего мира и знакомить с образами различного рода и с вашими миром души. Поработать с вашими страхами и увидеть, что мешает вашему развитию. На профессиональном уровне стоит прояснить любые мутные ситуации, опираться на свое интуитивное чутье. Сентябрь. Для вас Март приготовил энергию с архитектом солнца, не пятнадцатого аркана. И здесь мы видим, внутренний импульс Марта научит вас осознанию своего истинного высшего Я. Личная цель Марта – духовный самоанализ, живость, принятие жизни, активность, щедрость, уверенность в себе. Такое разумное, хорошее эго. Качество Марта – понимание себя и своей жизненной силы. Если энергия солнца будет вами непонятна, то самовлюбленность, иллюзия, и культ личности тоже может быть. Ну или наоборот, вот это одна крайность, а есть и другая, противоположная крайность, когда низкая самооценка. И тогда уже те задачи, которые Март легко может дать с этой энергией солнца, которая зажигает, которая светит, которая и другим показывает этот путь, она просто погасла. Но, конечно, вы не будете это допускать, потому что энергия в Марте будет вести вас к пробуждению, к рассвету, к созреванию вот этой солнечной стороны вашей натуры. Настает время проявить свою истинную сущность, перестать играть пустые роли, навязанные обществом. Надо за собой вести. Эта энергия будет вас вести к доверию себе, в первую очередь, к тому, что вам будут доверять, в уверенности в собственных силах. И появится такое, знаете, совершенно иное ощущение жизни, вот как будто бы реально наступила весна, после длительной холодной зимы. И вот эти вот новые ростки, новые жизни, они рвутся наружу. На профессиональном уровне стоит прояснить любые мутные ситуации и высветлять их за счет солнца. Октябрь. Этот месяц для людей, рожденных в октябре, предлагает энергию архетипа 20-го аркана, суд. И внутренний импульс Марта научит вас осознанию космических обновлений, рождению чего-то нового в вашей жизни. Личная цель Марта — духовный самоанализ, признание великих соответствий, расширение восприятия и обнаружения в себе ранее скрытых способностей. Качество Марта — трансформация. Если энергия суда будет не понята вами, то ошибочное представление о себе, разочарование в себе, манию величия тоже может иметь место. Эта энергия в Марте будет вести вас, вообще-то, если в плюсе, то к пробуждению, к обновлению. И энергия направит ваш взгляд на развитие чего-то нового, на новую жизнь, на создание какого-то эгрегора или внутри уже действующего эгрегора вы увидите новые грани. Настало время проявить свою истинную сущность, перестать играть пустые роли, навязанные обществом. Эта энергия будет вести вас по пути доверия, уверенности в собственных силах и даст иное, новое ощущение жизни. Ноябрь. Для вас энергия Марта будет идти под архетипом 21-го Аркана Мир. И здесь мы видим, как внутренний импульс Марта будет учить осознанию космических обновлений, рождению совершенно другой реальности, расширению границ. Личная цель Марта — признание великих соответствий, расширение восприятия, обнаружение в себе скрытых способностей, которые дремали и которые просто рвут сейчас в это время наружу. Это завершение одного и начало другого. Если энергия Мир будет не понята вами, то эта дорога в никуда. Вот насколько хороша эта энергия в плюсе, вот ровно настолько она сложна, когда она в минусе. Тогда обманчивая надежда, депрессия, фобия, уход в себя и в какое-то свое замкнутое пространство. Эта энергия будет вести, конечно же, в плюсе. Вы будете выходить в плюсе, и она будет вести к пробуждению, к обновлению. Взгляд будет направляться на развитие чего-то нового, на новую жизнь, на новые культуры, на поездки, на командировки дальние. И настало время проявить свою истинную сущность, перестать играть тоже чужие роли в этом театре жизни. Поэтому доверяйте себе, будьте уверены в своих силах, и будет создаваться совершенно иное ощущение жизни. Это будет новое мышление, новые проекты, новые взгляды. И, наконец, декабрь. Декабрь и энергия шута для марта этого года. А шут – это что? Это такой, знаете, ребенок большой, это любопытство, это интерес к экспериментам, стремление к переменам. Личная цель марта для декабрьских – это жизненные перемены. Вот буквально начать все с чистого листа. Качество марта – свобода от предрассудков, открытость переменам. Если энергия шута будет непонятовая, то неясны цели, питание в облаках, инфантилизм, безответственность. Но у вас есть шанс начать все с нуля. И эти возможности вы можете использовать абсолютно в любых сферах своей жизни. Энергия шута отражает внутреннее желание познать неизведанное на профессиональном поприще. Новый этап, новые возможности. И я желаю вам познать вот эту радость, вот эту детскую непосредственность, вспомнить себя, вспомнить состояние своего радостного внутреннего ребенка. И, конечно, внутри марта есть разные дни. И есть дни, которые я не рекомендовала бы, на которые я не рекомендовала бы планировать какие-то важные мероприятия. Потому что дни сложные. Есть дни со средним эффектом, такие смешанные вероятности. И, конечно, есть дни отличные. Вот один из отличнейших дней, это 26 марта. Он со всех сторон хорош, этот день. Так что, если кто-то что-то хочет, но опять у него тема, у каждого дня своя тема есть. Какой-то день хорош для поездки, какой-то для покупок значимых, какой-то для начала обучения. И так далее, и так далее, и так далее. Поэтому я желаю вам всего прекрасного в этом марте. Желаю этого входа в новый цикл года, в новый цикл жизни. До свидания. И весна идет, весня дорогу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова